Велика встреча, но, к сожалению, мы теряем наших учителей. И во многом, собственно, сессия, посвященная школам этноскопии, и мы попросили наших учителей, чтобы они рассказали о том, как происходило становление, потому что мы на своем опыте убедились, что нам казалось, что это впитывается с молоком матери, но нет. Мы общаемся с нашими молодыми коллегами, которые приходят после института и понимаем, что так же, как нам когда-то рассказывали и на дежурствах вечерами, и на официальных конференциях, так же и мы должны передавать эти знания. К сожалению, в этом году, как вы знаете, уже простились и попрощались с Виктором Ильичем-Соколовым. И сегодня давайте вспомним и молчанием простимся с человеком, который ввез абсолютно неосъединимый вклад в развитие нашей специальности, человек, который параллельно с доктором-профессором Каваевом в Японии выполнил первую попилосминтер-однобилию в мире. Я имею в виду профессора Майкерна-Классова, который ушел из жизни на 1984 году, 6 октября 2019 года. Давайте помолчим и столкнуем. Прошу вас садиться. И мы приступаем к реализации нашей программы и с огромным уважением и внутренним ощущением, ну, радостью, наверное, предоставляем слово одному из пионеров, можно сказать, что лидеру пионерского отряда нашей страны, Алексея Степановича Балалукину, которые сделали нам сообщение. Тему развития эндоскопии в стране, первые парады, первые публикации, размышления об эндоскопии. Пожалуйста, Алексей Степанович. Во-первых, я поздравляю с праздником всех, потому что каждая третья, каждая третья – это праздник. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить организатора, особенно Екатерину Викторовну, за то, что я здесь и на этой тригумии. Во-вторых, я хотел бы разделить мнение с Михаилом Павловичем Королевым, который сказал, «Надо вас, стариков, пока еще ходящих, конечно-то, показывать народу, чтобы с вами поговорить, что к чему». Итак, моя задача, и слава Богу, есть для этого средства показать возможности, то есть прошлое эндоскопии. Пусть простят меня те, кто не пойдет, это знает, но вот я был таким, когда слышал, что такое эндоскопия в конце 60-х годов прошлого века. А оказывается, я ее представлял себе, и при ее развитии мы посмотрели, что это такая хрупкая девочка, которая была никому неизвестна. Что будет из эндоскопии, кто знает. Я показываю эти слайды, пусть меня простят те, кто уже их видел. Мы начали говорить, мы в большинстве своем хирурги тогда начали заниматься эндоскопией, хотя не знали, куда и что это, чем это закончится. Каждые сообщения, а они были, к сожалению, редки, но между собой в разговорах хирурги, терапевты и так далее негативно относились и не понимали, что такое эндоскопия, и мы тоже немножко ссорились. Все-таки мы идем от Гиппократа, потому что впервые рассмотреть более глубокие камни, это рано расширение. История двигалась вперед, и вот когда мы изучаем историю, делим различные периоды в ее развитии, то вот в первом периоде развития эндоскопии как диагностического метода, кроме иностранцев, а мы их, в отличие, может быть, от них, мы их уважаем, знаем и ценим эти работы, был и наш профессор Ревицер, который запрограммировал когда-то и предугадал развитие эластичного гастероскопа. В работе в технике гастероскопии он писал, он предложил эндоскоп, гастероскопия представляет собой атерацию мучительную и далеко не всегда безопасную для больного и очень трудную для врача. И религия мыслей. Поспорю высказать надежду, что гастероскопия по легкости своего применения сравняется с обыкновенным желудочным сонтированием и достигнет полного равноправленности и остальных повседневных методов специального исследования желудка. В те времена таким тяжелым решательством, как даже полугилькая эндоскопия, занимались и хирурги, и терапевты. Когда-то Валентин Михайлович Буянов, царство ему небесное, сказал, что хирурги родили эндоскопию. Я ему возражу. Эндоскопию рожали и гастроэнтерология, и хирургия. И во всяком случае, герцог по поводу виртуозного владения сказал эти слова в отношении Советского, что он с необычайной виртуозностью и точностью выполнял все манипуляции. А сам Советский высказывал то, что и я и сегодня еще могу высказать, что равнодушие хирургам гастроэнтерологии в 20-е годы в 4-е управление впервые поступили в гибкие эндоскопии. И началась эпоха, когда Лев Константин Саханов и его коллеги под руководством Владимира Харитоновича и профессора Ногина в институте в первом начинала развиваться эта эндоскопия благодаря технике, закупленной в 4-е годы управления. И мы стали потихонечку собираться. Те, кто хотел этим видом заниматься. Ну, раз тонкости. Чем отличается выступление? В докладе, в отличие от того, что пишут. В докладе можно сказать что угодно. И повеселить, и поругать кого-то, и даже построить действие. Поэтому, если Екатерина Викторовна меня еще раз пригласит, я буду считать, что право. Я, если выскажу все эти слова. Значит, мы стали собираться. Посмотрите, впереди Борчунов и фагмент. Это были в 70-е годы представители военной медицине. Вот аудитория в корпусе на Погодинке, где вы видите аудиторию и Галиндер справа и Сотников, ваш покорный слуга с романом слева. И если здесь есть, вот даже профессор Оргов, теперь уж не профессор, вот оно, вот оно, вот оно, мама моя, чуть-чуть а где он? Ладно, чуть не работает. Значит, столкновение. Значит, а вот уже они поблизости к вам. Некоторых уже среди нас не нет, о чем мы горюм и тоскуем, а все будущее в этом зале и за его пределами. Наши встречи всегда сопровождались близкими отношениями, во время которых можно было что-то, о чем-то поговорить. Левая картиночка верхняя, верхняя. Вот Борчунов, это ваш покорный слуга, вот профессор Кувшинов, если он себя вспомнит здесь, вот тогда японская фирма Искр здорово работала. Вот здесь мой переходчик, это и организатор тех, забыл фамилию. Посмотрите, пожалуйста, особенно Алимус. Вот ваш молодой Катой Молодыкин. Вот так мы общались, двигались вперед. Большим и радостным, веселым местом было 4-е управление на открытом шоссе, где вокруг Медведьа Горнилова собирались в кадре. Посмотрите, Камахара-сан в центре. Значит, Камахара-сан здесь вот справа вверху Олимпус, справа вверху Олимпус Камахара-сан подписывает свою, дает свой автограф Олимпус. Слева внизу японские инженеры часто встречались с нами и в забеседованиях мы высказывали свои соображения по поводу инструментов. В реализации их, очевидно, кое-какие инструменты мы получали и так далее, и так далее, и это было всегда приятно и очень здорово. Мы сейчас перейдем к одной из серьезных проблем, которая решалась у нас в стране и у нас. Это ранний рак. Вот эта компания по поведению с Корниловым в театре или в Отвече, вот мы после первой полипотомии в 1972 году были на распуте. Никто из морфологов, а руины я немножко знал, мы приходили и говорили, вот полипотомия, целое новообразование, давайте будем изучать, мало кто интересовался. И вот это историческое событие, которое открыли японцы в 1970 году, а мне удалось выполнить в 1972, причем совершенно случайно, если аудитория новая, то я хочу сказать, что это было просто, мы видели полип, под больших инструментов не были, как это рыболовная леска, 20 минут ее затягивали, отсекли полип, на следующие операции мы уже подключили седьмую струну гитарную, к электронажу, и вот так работали, пока не закупили в 4-м управлении, вот Юрий Матвеевич был инициатором, и закупили японские приборы петьки, и вот тут уже пошла настоящая работа. Как знаете, может быть, молодежь не знает, 4-м управлении тогда было представляло прекрасную систему здравоохранения, настоящую профилактическую. Каждый год люди ложились, госпитализировались в стационар, их обследовали, и вот тут-то профилактическая колонна и гастроскопия имели место. И вот среди всех здесь сидящих были написаны диссертации по различным вопросам поликактонии, диагностики и так далее. Я поделюсь и некоторыми друзьями, вот как выглядели эти первые эндоскопы. ГРБ здесь двухканалий, и то, что он мог изогнется, вот мы тогда, это все славяне 70-х годов. И вот тогда появилась вот эта проблема. Мы встречали различные новообразования, классификации, вы их всех знаете. Вот плоские образования были для нас проблемой, потому что трудно петель удалить. Подслизистая введение и затем удаление, создание подушки и удаление новообразования было обычным делом. но мы это воспринимали как естественное, а потом оказывается, что это новые методы, что это стрип, биопсия, что это так далее и так далее. И я тут вспомнил на старости лет, а потом действительно прочитавшись как Дмитрий Омкович Скотт говорил, все, что вы делаете, надо обязательно фиксировать, потому что индустриантам не переводите, потому что рассказывая о чем-то другие могут перенять и выдать за свое. в этом свете сейчас вспоминаются цердояд, и мы к ним подойдем, цердояд мешательств, о которых сейчас совершенно новое и представляет большую ценность. Ирина Анатольевна Порщинникова впервые разработала методику и написала работу о постельстве макухоля с правым геном. Для того, чтобы кому-то показать в операцию в эту никто не верил и не считали ее необходимой, вам может просто умолчивать наши старшие товарищи, 6 сантиметров опухоль желудка, я решил ее удалить справа и сфотографировать. Вот эта опухоль застряла в верху в гордане, было плохо, подходит Валентин Михайлович у меня сил не хватило Валентин Михайлович Муянов и он извлек. Слава Богу никаких травм не было, но больше мы к этому не прибегали к этой операции. Для того, чтобы доказать является эндоскопическая полипектония или электроэксизия на образование методом лечения мы провели в том же 4-м управлении 56 хирургических операций, проанализировали результаты и результаты показали, что региональные медвестковые метастазирования небольшого количества это заставляет думать может ли больного оперировать или не нужно оставить его для каких-то форумов. В любом случае это была научная информация. 1974 год в Ростове съезд хирургов онкологов я подхожу к Вик Сергеевичу Сабелиус с пирисами. Правомощная эндоскопическая электроэксизия при ранних фон брака. Ну, мне было тогда не поздоровится шеф меня выгнал слова не буду говорить какие. Только в 77 году Фриморген опубликовал данные на мозгах может я ошибаюсь о том, что эндоскопическая полипектомия может быть методом лечения ранних форм рака при проксимальной их локализации потому, что требуется другая требуется тяжелая операция. Не могу не вспомнить тех, кто принимал участие, поддержал и принимал участие в развитии этого направления. Это направление тогда породило совершенно новое направление в науке. Это изучение канцерогенеза. Пожалуйста, это клиники Панцирьева, Васильенко, Федорова, Стручкова, авторы на лицо. Сейчас вот такой скачок. Сейчас эндоскопическая резерция слизистой оболочки и десерция под слизистом слое является обычным методом лечения. Вчера мне прислал доктор Григорьевский за методом эндоскопическим отделением Красногорске. Он, удаляя опухоль 12 перстников перфорировал ее на лыжи. Швы эндоскопические удалил воздух путем пункции брюшной полости. Блиной излечился. Как приятно нам мне лично старику осознавать, что как наша молодежь прекрасно может работать. 70-й год. Очень было много всяких разговоров местных. Но первое сообщение об эндоскопической хирургии в программе серьезной конференции это был 75-й год в Минск, где Вик Сергеевич Савельев доложил наши результаты и основопоможник эндоскопической хирургии Иосиф Давыдович Крупков рассказал об операциях органов соми. Проходили лет 13-20 и вот реанимация этой темы. Значит очень много сообщений как обычно эта волна наступила очень много сообщений и дискутов на конференциях снова вопрос о ранних формах рака. О том, что эндоскопию не верили наши старшие товарищи и порой не давали развиваться говорит тот факт, что первая наша конференция была в 80-м году это первый сердце в Талии и отдельный вопрос по эндоскопической хирургии то есть по лапароскопии это был Саратов где было сказано лапаротония нет лапароскопия да вот такая реанимация и серьезные истории прошли. Завершая тему изучения ранних форм рака мы должны сказать что в настоящее время к сожалению принцип советской медицины профилактическое ее направление он практически погиб второй проблемой которая естественно волновала хирургов это были кровотечения и у в 70-м году я в клинии начали эндоскопию я был в аспирантуре у Березова Юрия Финча в 66-м 69-м просил демона мороскопии он дал тему Венеме Николаевичу Сотникову ты дожка из деревни ты должен защитить диссертацию в 3 месяца иначе я не смогу отчитаться перед институтом значит лабораторная тема выполнена и вот когда я стал работать по плату меня устроили в клинику Сергеевича Савелькова и вот я там нашел случайно и лабороскоп и гастроскоп и стал им работать моя учеба состояла в двух посещениях Льва Константиновича Соколова и Юрия Васильевича Васильева кровотечение 71-й год Московское хирургическое общество вы эту классификацию все знаете а знаете это от тех времен только Форест наоборот в чем проблема была наших стационаров в хирургии всегда было очень много разных пациентов нехирургического профиля поэтому я предположил что самое главное это первая группа включить упомин у которых кровотечения нет и нет проблем его угрозы рецидива и отправляли больных в терапию даже по дежурству чем вызывали естественно негативные отношения их к нам и дальше вторая угроза и третья продолжающаяся кровотечение выведите частоту по нашей классификации у нас теперь это называется классификация Фореста потому что мы думали что это добиться или программа местного значения большую большую роль развития эндохирургии при кровотечении сыграли те же самые клиники Василенко Стручкова Маята неотложная хирургия неотложная эндоскопия была в институте Стрихосовского Теряев Семенов вот и Лев Васильевич Подпадашов развивал неотложную эндоскопию в Санкт-Петербурге я уже про это общество сказал в 71 году в первые Виктор Иванов Стручков и коллеги докладывают по роли эндоскопии при кровотечениях шеф дам добро на мое выступление тоже на обществе потому что все должно быть согласовано Стручковцы Эмдул Викинич докладывает и говорит что хороший метод эффективность высока прекрасна я как судокладчик выступаю и говорю о том что кровотечение не только диагностируется но и определяется тактика лечения объем операции и прогноз зал молчал это было в гинекологическом корпусе в первом институте зал молчал встретили приветлива с Ухмынкой выступает мой первый шеф Юлия Евгений Березов на трибуну зашел вот так я смело как налобное место но он как место почетное говорит я много лет апеллирую сгибаю в лодок крови никуда это слово упоминать ничего не вижу это он не так как Екатерина Викторовна порухали зал промолчал председательствующий председательствующий Сан Саныч Лешневский сказал ну давайте мы понаблюдаем посмотрим что из этого выйдет я как бывший аспирант Юлия Финич стою у двери жду пока он выходит он выходит я ему поклонился он не поздоровался со мной Лешка вот у меня будет полноцкого течения я тебя вызову я говорю Юлия Финич с большой радостью ах так ты еще и нахал вот как вы же все читали что березов советов очень много литературы по неотложному мешательству вообще по эндоскопии вот человек у которого Венилий Николаевич занимался неотложной лапароскопией и так далее и кровотечением Ралины Ивановны Переминова вот так он относился внешне к этой проблеме лапароскопии немножко как метод исследования поговорим у нас немножко мы хоть и борцы за свободу и любим свою страну но Дмитрий Водопич Водко называет основопоножником лапароскопии вряд ли это правильно да через Водопич он впервые сделал осмотр ширургический орган даже эндоктомию сделал но все-таки многие другие вещи лапароскопии истории известны я об этом не буду говорить единственное я хочу сказать что в те времена Орлов говорил о Литтинке в 60-е годы Пантюшенко о комбинированной лапароскопии Огновский говорил о том что метод не претендует но он очень важен для их горсти так вот 70-е годы на мой взгляд это становление неотложной лапароскопии золотой век российской лапароскопии где мы были впереди планеты всей революционные достижения на мой взгляд простите если я так высоко это оцениваю это динамическая лапароскопия выполнение простых хирургических операций органостомий в частности закрытая травма живота и так далее вот здесь то есть социумиилет Леонидовна Самсонова которая всегда говорила а че Тепан че эти хирурги опять хотят чтобы им лапароскопию сделала ну че там ничего не видно разве так для себя понятно или опять гастроскопия опять противокровотечения 9 десяток шло потому что хирурги уже поверили в методику стали назначать их большее число исследований и по показаниям а что по показаниям разве можно порой определить что к чему исследования не лишние лишь бы аппаратура не портит не могу на нашем форуме не отметить с позиции развития лапароскопии основоположника мировой эндоскопической хирургии профессора Игорь Сиктовича Трудкова который предложил свои оперативные вмешательства с помощью простейших подругой инструментов и его сын развил дальше в направлении гениево-земенную хирургии лапароскопические операции с одной стороны органа стамии а с другой стороны органа тамии ну хирургам то есть эндоскопистам это порой приходится делать если я забегаю я думаю что большим достижением начиная с 74-го и 76-го годов это было комплексное лечение сочетанных поражений желстного кузоля и желстных подругов органы стамии по прутку по пилотомии и так далее панкреатопилиарная я среди всех авторов хотел бы поклонить свинины Николаны Малкеровой которая на асфальте рисовала мне в 74-м году как она делала по пилотомии киндоскопическую и так далее ну а опять таки те же самые школы Нестиенко Панцева Шавельева продвигали это направление итоги золотого надо сказать века была опубликована в книжке Виксе Деичи меня в своем время выставил из клиники занятох хирургии а вот на его 80-летии в зале было почти пусто а он сидел в первом ряду и слушал как изнанного Баллыкина доклады пожилочками болитни Мой Мой постоянный друг и соперник Юрий Юрьевич Галлингер слава Богу еще живущий но не очень транспортабель в 70-е в 70-е не знаю не знаю по каким причинам долго и доверил но я ему подозревал значит теперь после Бориса Константиновича Потупного здесь присутствует Михаил Павлович Королев из хирургов действующих профессор руководитель хирургической клиники и вот он уделяет старикам достаточное внимание и мне очень приятно что вот например в его лице я вижу человека который который прослевает эти шефы и чувствует ее пульс это юбилей шефа это я 30 лет мне а это юбилей шефа когда 80 лет измены Маллыкин чокается с моим шефом вот та девочка потихонечку росла росли и мы у нас были появились международные контакты мы прекрасно с 70-х 80-х годов дружили европейское общество эндоскопистов организовывало для российских специалистов в Кошинце в Мишельце в Лос-Анджеле помню Мельбин Шапира 7 человек мы туда ездили по спонсорству президента ассоциаций в 93-м году мы сообщали полагали с Мишелем Кренгером я уже обращаюсь к европейцам с Мишелем Кренгером Армен Голмиро Аберто Монтуре были на Сахамеи они были супружескими парами и мы показывали нашу прекрасную природу и вот мы с них день и вечер обсуждали сегодня вот а наш наш быт не очень был заметен Адмен Голминой по-прежнему является нашим большим другом вот теперь какая стала эндоскопия и эндоскопическая хирургия вся проблема в том что наши энтузиасты останавливаются Голмин не пошел в резекционную потому что не знаю почему я мне тоже не удалось потому что не было возможностей а вот Луцевич сажен и так далее из лапароскопии перешли в резекционную лапароскопию из садикел от резекции органов и так далее так что не надо останавливаться ни в мышцах ни в делах благодарю всем Алексей Степанович огромное вам спасибо вы тронуты и разделяем многие многое из того о чем вы рассказали вы знаете об этом если вы не раздражаете мы еще пригласим сейчас попросившего слова Михаила Александровича Высокова который дополнит Ваш доклад о внутрипросветной эляпароскопической эндоскопии пищеварительного тракта разделом обромхоскопии пожалуйста на краю Александрович Русаков профессор Добрый день коллеги я конечно понимаю не знаю не знаю не знаю что но все-таки бронхоскопии это тоже большой большой разделе эндоскопии которые к сожалению занимаются очень мало но я бы хотел пару слов вам сказать о появлении гибких бронхоскопов в нашей стране история которая нигде не описана не описана не будет поскольку все участники тех событий уже из этого мира но хотелось чтобы сохранилось вкусное предание поскольку те кто слышали первые источники уже тоже уходят на миры значит я эту историю слышал с академиком Михаила Граджи Ельмановым который в 70-е и 70-е годы был главным консультантом 4-го управления по таракамин-хирургам и где-то в 78-м 79-м году не знаю точно у первого председателя председателя КГБ Цвигуна случился равный ухрон ну естественно он по должности лечился в 4-м управлении а там как это принято мы привели консилиум большим количеством участников и вынесли вердикт надо сделать форму скорей ну после консилиума Михаил Граджи заходит к академику Чазову который был директором этого самого 4-го управления ну там что-то они говорят да-да надо делать промоскопию будем делать как обычный под наркозом или вот японий гибкий аппарат можно делать подместные анестезии ну обсудили достоинства недостатки да академик Чазов согласился снимает трубку телефона непростом естественном телефона дайте мне послать в Японии нам нужно срочно привести пирожон стоп ирганируется да хорошо делось ну дальше они беседуют исследуют вы хотите чтобы доктор Шаркисян а вот доктор Шаркисян это второй партнер кстати уникальный человек это был единственный консультант четвертого главного управления не имевший степени не кандидатской или тем более доктор Шарки он был очень в том время опытным специалистом по ригидной промокоскопии вот здесь он подраз сфотографировал с промокоскопом в неделе делали диапсию а первую мутоскопическую операцию удаление реконализацию трахеи он был в полном 1965 году ну вот значит Михаил Гранатович говорит ну вот доктор Шаркисян не имеет опыта фиброгромоскопии вы хотите чтобы первую фиброгромоскопию которую он сделает это будет фиброгромоскопия товарища Слегуну сейчас он задумался потом опять берет трубку соединитесь по словам фиброгромоскопии нам надо два манхоскопа короче через 2-3 дня дипломатической почте привезли в Россию два фиброгромоскопа фирма фиброгромоскопии фиброгромоскопии в нашей стране ну в общем вся история хотя это не ее конец продолжение уже было на моей памяти к концу 70-х годов этот аппарат морально устарел его передали аннестезиологу рессонанс интерферакцион и вот как-то закрыли институт на ремонт на лето на пару месяцев всю аппаратуру сложили в какое-то помещение закрыли на замок ну замок из тех которые сейчас открывают домушники за 2 секунды очень неприконен нет эндоскопа украли и где он и сколько еще поработал хотелось бы узнать следовательно спасибо большое Михаил Александрович спасибо